ДТП на объездной дороге. В результате столкновения 11 автомобиля перевернулся. По словам водителя, авария произошла из-за того, что один поворачивал налево, а другой в это время попытался обогнать его на перекрестке. На месте работали сотрудники полиции. Два с половиной десятка призывников из Одесской области сегодня утром отправились выполнять свой воинский долг. Нести службы, проходить подготовку они будут в Киеве, в бригаде охраны. Она охраняет различные объекты Минобороны, в том числе и Генштаб. Также на службу отправились 33 контрактника. Они будут служить в различных регионах и родах войск. Всего Одесская область в ходе осенней кампании должна предоставить более 700 призывников Вооруженной силы Украины. Первые 25 молодых людей сегодня отправились на военную службу, которая для них продлится минимум полтора года. А дальше кто уже как решит. Кто-то захочет применить полученные навыки для карьеры на гражданке, а кто-то надолго свяжет свою жизнь с армией. Зелание большое есть. Служить. Эмоции, как обычно, переполняют. Почему хотел бы общиться? Ну, хорошей подготовки и получить хорошее звание. Дальше планируешь продолжать карьеру в армии? Да. Военные, да. Служба для меня это в первую очередь это закалка, это закалить свой характер, закалить свое тело. Главное не сдаваться, главное не терять дух, всегда идти вперед. Я считаю, что будет все хорошо. Не переживаю, в принципе, настроен позитивно. Никто из призывников не отправится на восток Украины в зону проведения антитеррористической операции. В региональном военкомиссариате заверяют, в АТО будут служить только подготовленные воины. Призывники в зону АТО служить не идут. Они в зоне АТО не служат. В зоне АТО служат профессионалы, скажем так. Люди, которые были мобилизованы. Вы знаете, уже остальная хвиля, шестая хвиля мобилизации, уже идет на звільнение. Вот. Зараз там військовослужбовцы контракта и кадров. Еще 19 призывников завтра, 7 октября, отправятся во Львов, где и будут нести службу. Помимо молодых ребят, отправятся служить и опытные военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными силами Украины. Я служил в армии 23 года, пришел на пенсию. Был на вооруженческой миссии ООН в сфере Леона. В это нелегкое время для нас поделиться своим опытом с молодым пополнением. То есть оказать всякую помощь, пока есть здоровье, силы. Действительно, может, действительно надо задуматься над тем, сколько можно. Раньше гробили эти загруженные силы наши. А теперь, если мы можем принести еще пользу, мы ее принесем. Мы сделаем все, что от нас зависит. Символично, что контрактников оказалось ровно 33 богатыря. Хоть и не в чешуе, как жар горя, но с должной военной подготовкой. Они встанут на защиту нашей Родины в разных регионах страны. Константин Гречан и Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». В музее Блещенова открылась выставка «Экслибрис». Там представлены работы студентов Гребковки в одном из самых необычных направлений – оформление книги и иллюстрации. Работы преподавателей собирались с 80-х годов прошлого века. Сейчас они учат новое поколение студентов не только придумывать художественное оформление изданий, но и сами им писать тексты. Студенты нашего отделения занимаются не иллюстрированием книг, а созданием дизайна книг. То есть вы заметили, что разрабатывается полностью вся книга. Вот такие мы цели преследуем. Более того, еще цель такая – создание собственной книги. И я сейчас работаю с этими третьими курсами. Мы планируем уже, чтобы книги были развивающие. Не просто сказки авторов, а чтобы, более того, и они сочиняли, и сочиняли сами художники, наши студенты, создавали свою книгу авторскую. На этом у меня пока все. Я напомню, наши новости также есть на сайте Репортер о Дьюэй. Увидимся.